Добрый пожалович, аммквамач. Калаш только одиночными стреляет, вы можете его переделать полностью автоматически? Не-ет, это невозможно. Да ладно, я знаю, вы можете там отрезать, проварить, и всё это возможно. Хотел бы помочь, но единственный, кто за такое возьмётся, это Калашный Иисус, это-то нереально. Помолиться калашному Иисусу? Дорогой Калашный Иисус, пожалуйста, преврати этот скучный Калаш в офигенный полностью Все автоматически, Калаш. Аминь. Я не говорю, что надо молиться. Что за нах... Я знал! Твоя преданность платформе впечатляет, сын мой. Держи и проповедуй святой калашеизм. Ух, спасибо большое. А что ты еще можешь? Водичка есть? Да. Разрушительное ранчо. Перевод и озвучка. Привет, я тут купил полностью автоматический Калашников у Рок Айленд Окшн Компани. И он у меня с легальным правом передачи, то есть его можно перепродавать. Я такой себе хотел уже очень давно, и, короче, когда нашел его на аукционном сайте, я понял, что ставку у меня сделать, скорее всего, не получится, потому что я лететь в самолете буду. Поэтому я сделал ставку онлайн, но потом самолет наш задержали. И вот идет аукцион, а я в аэропорту и сижу на телефоне с представителями аукциона. Ну и как-то так получилось, что я так и выиграл Калашика. Засылаю вас в прошлое, посмотрите, как это было. А потом уже подстреляем. Покупаю оружие на аукционе Рок Айленд. Он прямо сейчас идет. Вот сейчас какой, лот 305-й. О, продали, уже 36-й. Вот здесь вверху, видите, трансляция идет. Конкретно мне интересны два лота. Один МП-5 и второй Калашников. Оба полностью автоматически с правом передачей. Попытаюсь их сцапать, правда, они через пару сотен лотов, а я сейчас в лаунже в аэропорту. Поэтому вполне вероятно, что пока дойдет до моих лотов, я уже буду в самолете. Посмотрим. Так, пора уже нам в самолет, поэтому я сделал две онлайн-ставки на интересующие меня пушечки. А мы на самолет, надеюсь, выиграю. Пошелайте мне удачи. Спасибо большое. Да. Тут я пролетаю. Да, уже 37500 стоит. Ёлый. С 20 до 37500 поднялся мгновенно. Это МП-5, да? Да. Хотят за 50 отдать. Ёлки. Эх, точно не мой. МП-5 продали за 47500 долларов. Да-да. Четырнадцать тысяч. Четырнадцать тысяч. Девятнадцать тысяч. Сколько сейчас? Да, давайте. Играет музыка Все. Спасибо. Взяли одного. Хорошо. Спасибо. Взял калаш с авторежимом. Я позвал Брэндона Херреру. Привет, ребят, как поживаете? Прослышал, я про калаш пришел посмотреть. Офигенный. Давай-ка расскажи-ка мне все, что нужно знать, потому что ты о них знаешь явно больше, чем я. Ну, во-первых, хорошо, что компенсатор поменяли. Да, где старый. Вот этот же на нем был, да? Брэндон прям оскорбился, а, вот он. Компенсатор вот этот стоял, и Брэндон такой, нет, давайте скошенный поставим. Ну, само собой, он же с правом передачи, да? Да. Ну, блин, китайский калашников с правом передачи, да и компенсатор, скорее всего, китайский. Может, он даже неплохой? Да он не пойдет. Вот он припер скошенный компенсатор. Конечно. Росявый. Как доктор прописал. Так, знаете, что это? Это калашников, произведенных в Китае. Приклад складывается вниз, калибр 7.62. Завозили его трехзаклепочным, а потом переделывали в полностью автоматический. Вот здесь на штампе импортной приемки выбито полуавтомат. То есть кто-то до 86-го года переделал его автоматически и зарегистрировал. Мне интересно, кстати, было, почему самозарядное написано. Ну, или так, или это очень серый импорт. Ну, и, кстати, здесь видно, что третий штифт немного другого цвета. Да, ну, в целом, это крутое оружие. Слышишь, китайское думаешь, что полная фигня. И зачастую это может быть верным. У американцев это в подкорке. Да, и... Обычно это не самый плохой ориентир. Ну, китайские калашниковы, это довольно ценное изделие. Ты взял прям очень ценный экземпляр для коллекции. Я взбудорожен. Давным-давно себе такой хотел. И раньше что взял. Десять лет уже смотрю, как они в цене только растут. Я вот решил, надо брать, пока они до 200 тысяч баксов не взлетели. Да, и офигеть, что именно вот эти пушки при импорте стоили баксов 200. Да, само собой. Что интересно, я с него ни разу не стрелял, а вот этот чел стрелял. Это пол, Сапачи Райфл Воркс. Калаш сперва к нему в цех пришел, он с него пострелял. Какие-нибудь неисправности есть? Не, стреляет он отлично. В общем, я с него в первый раз постреляю, Брэндон тоже в первый раз. И мы подготовили такой ролик с такими мишенями, о которых вы, ребят, давно уже спрашивали. Всем интересно, миру нужно знать. Давайте пойдем, и я вам покажу, во что будем стрелять. Прямо здесь, перед нами, находится плохиш, прячущийся за мешками с песком. Это у нас мешки с обычным строительным песком. Посмотрим, как он пулей тормозит. Но! Это у нас контрольный стенд, а давайте посмотрим на экспериментальный. У нас еще один плохиш сидит за мешками с картошкой. И просто все у меня спрашивали, ну вообще один чувак на рэддите написал, сколько картошки надо, чтобы пуля остановить. И мы такие мешки картошки похожи на мешки с песком, если у вас нет мешков с песком, чтобы защитить свою базу. Живете вы в Айдаху или в Белоруссии, у вас только мешки с картошкой. А базу-то надо укреплять. И вот в ней как раз куча картошки. Че думаешь, пол? Брат, цыкнуешь себе не яблоко. Я на наборе углеводики. Значит, наши приятели за стенами помогут нам определить, было пробитие или нет. Будем целиться им в тушки. И по песку и по картошке мы будем стрелять разными калибрами, как обычно, на повышение. Если же победит картошка, будем продавать эту идею правительству ста-ни миллиардерами. Первым 22 лонг-райфел из этого фейкового узика. Я думаю, просто посыпем обе стенки и посмотрим, че потом будет. Я тебя подержу, чтобы отдача не откинула. Картопля. Я думаю, обе стенки 22-е-то выдержали. Песок. Нет пробитий, куча пуль легла в одно и то же место. Но ничего не пробило, все отлично. Бульбы. Тут сложно будет понять, если какая-то пулька и пробила. А вот тут. Да, остановило все. Кстати, мешки с картошкой не хотели друг на друге лежать. Поэтому пришлось палет поставить. Они, конечно, тоже помогут, но пока ничего не пробито. Ни дерево, ни он, все нормально. Давайте повысим до настоящего мужского калибра. 9 миллиметров. Я думаю, девятка может картоплю и пробить. Не знаю, но мы сейчас выясним. Банк, прям прекрасная. Да, чел он труп. А, да. Те ваще хана. Стену разрушил, и плагиш такой... Лишь шлемик покатился. Ну, у нас тут течь. Небольшая. Ну, мне кажется, пулю он не пропустил. Сзади дыр нет. Мешки, правда, после ранений не особо удерживают песок. Этот плохиш принял несколько пулек сквозь позвоночник. Этих вот дырок тут раньше не было. О, а там че, пюрешка? Накопал лизни, а? А че она мокрая? Не знаю, но и лизать не буду. Сказала подружка. Ну, ладно, следующая пушка. Он просто устал. Соня. Мы его передвинули, а то мешочки-то опустили. Вот здесь вот. Поэтому нормально. Я думаю, ему ничего не грозит за стеной из картоплей. 45-я ЦП из ХК? Марк 23. Кажись, он мертв. Попали мы тут-у-ту-тут. Плохиш снова целеханик. А че, машине пробили? Да, в нем три дыры было. Да. И новых здесь не видать. То есть мы его просто уронили. Ну, в принципе, есть логика. Пули более толстые, поэтому они не пробили. Били-то мощно. Может, полет просто стряханули. Надо взять что-то, что проникает глубоко. Несмотря на малый размер. 5,56. Я хочу меня показывать. Это у нас Сиговский 551 ловер на 556 маппери. Это примерно как если бы ролик сделал калашников. Сколь патронов и куда? Дафига, ща как хочешь. Ага, все. Давай повеселись. Я когда в Сори эту пушку, кстати, разместил, он был одним из первых, кто такой прям... Короче, только я запросил, он мигом мне в личку написал. Нельзя меня винить, пушка здоровская. Лады. Пострелямс. Кажется, картофелю худо. Да, картофель и стрел. Ничего не пробивает эту стену с песка. Оказывается, песок, наверное, лучше, чем картофель. Удивительно. Использовать картошку, чтобы починить песок, гениально! Значит, лучшая стена получится из комбинации этих двух веществ. В этом челике дыр тоже нету. Че ты здесь пробивала? Может, я чуток в бок стрелял? Но в него ничего не попало. Мне показалось, пули прям где-то под ним ложились. Я же так же думал. Как бы то ни было. Теперь отмешки с пюрешкой. Придется, наверное, нам... Придется брать полностью автоматический кола, чтобы проверить эту стену. И где ты такой найдешь? Не знаю. Кажись, у нас там три штучки завалялось. Вот это прям сейчас первый мой выстрел с этой пушки. И, кстати, первый досыл патрона. Для начала одиночным. Если одиночным, то советую еще раз вниз. А, это авторежим. Говоришь, я нубасик. Так, одиночный. Эдбульба. Эдс. Песок. Мощата какая, блин. Вся стена развалилась. Ну ладно. Теперь давайте по полной. Бли-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Обожаю. Вам надо с него пострелять. да капец круто знаете че не круто приклад в щеку в авторежиме чисто песок малорик но и в этом чуваке новых дыр нет только 9мм кстати пулька в нем завалялась только девятки его и пробили я не знаю че происходит но картошка держит все кроме 9мм ол ты почему стреляешь по бульбе класс да вышел на поле бульбаш и достал автоколлаж ребят в английском тут была настолько оригинальная и непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений что если я начну ее разъяснять это может затянуться на цельный ролик но в целом она лишена всякого смысла и абсолютно не имеет отношения к происходящему в ролике то есть это по сути своей вода поэтому давайте просто продолжим просмотр какой автоматик не слабо пострелял надо было мне тоже есть рожок я себя чувствую будто молодой папа после роддома тип смотри че сотворил не, ну это в данном то случае калашников навсегда сохранит свою ценность это правда че, просто фигачую? да, делай повторять не придется нахалился надо еще слегка газует, не правда ли? знаете че в калашниковых обожаю? раскаленный металлический ствол у него закрывает деревянное цевье, но у него продет металлический штифт, чтобы ты немножко обжегся че, горячий? а да горячий! да он как-то дымится, мэтт делай финальный тест картофельной стены я буду стрелять с моего нового калаша а вас че, ребят? это у нас АК-12 и кринков АК-74У вот сказал 3, 2, 1, огонь че, от плохиша там очень сильно оттянула уууи ребят, как на духу я чуть испугался увидел, там тело падает я думаю, такой там человек был? забыл про амникена и такой, ой Субтитры сделал DimaTorzok Ща постреляем Картошка из пушки для банок, будет картофельная пушка А мишенью будет то, что один из вас, подписчиков, сделал и нам прислал Брэндон, иди-ка зацени, взял она из дорожных знаков, держи Прикольнешь, да? Ну... Святый Красавец Да, даже жаль его расстреливать Кто-то это прислал нам Слушай, они прислали его специально на расстрел? Не, ну они говорили, я ильдзу жестинзам не знал В общем, что именно они хотят, я не знаю, но это тысяча зэтиком И в классной шляпе Да, это... Очень круто, очень разумно Спасибо, жду, не дождусь, хочу его продырявить Да картофелиной же А, ладно Бульбанешься по роже Классно будет Я взбудоражен Лады? К работе готов? Упор еще Смерть коммунизму Да Смерть коммуняцкому Эки Гаю Лучше геляка, чем коммуняка Умри коммунистический я Расплескался Малорик Ну, скажу, тебе на рачу, грустно не бывает Так, и фотка полой, сдай шучу Эй Спасибо Полу Сапачи Райфлворк, что зашел Спасибо Брэндону Херерия и Кей Гаю Спасибо Рок Айлен Докшину, что все организовали И теперь у меня автоматический калашников Я, кстати, там еще одну пушку купил, вы ее скоро увидите И она еще круче, он, правда, вряд ли согласится, а вот он возможный Это круто, офигенно Спасибо, ребят, за просмотр этого выпуска раньше Люблю вас И до встречи Ну, не снимайте меня с эркой Все просто, одно правило у нас на ранчо Ни слова жене Спасибо за субтитры Алексею Докшину